привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня мы поговорим об одной удивительной игрушки о китайском волчке а сделан он так это шар с цилиндрической выемкой с одной стороны а в эту выемку вставлен деревянный стержень закругленный на конце пока волчок не закручен он ведет себя как ванька встанька если отклонить его в сторону то он довольно быстро возвращается в исходное положение понижая центр тяжести а если поставить его на стержень то он конечно же падает но если волчок хорошенько раскрутить то он неожиданно встает на стержень и успокаиваются в этом положении как говорят англичане он уснул как волчок а в ускоренной съемке этот переход от вращения на боку к вращению на ножке выглядит вот так и он происходит буквально за несколько оборотов и теперь волчок стоит практически вертикально и как она обычно бывает с вращательным движением поведение китайского волчка который нам сейчас продемонстрировал алексей оказалось совсем не просто объяснить им занимался еще уильям томпсон лорд кельвин и поэтому такой волчок иногда называют волчком томпсона а на этой фотографии вы видели создателей квантовой механики вольфганга паули и нильса бора они склонились над китайским волчком и размышляют над его необычным поведением и поскольку наша игрушка слишком маленькой чтобы постоянно демонстрировать мы сделали модель из дерева на которой я сейчас хочу продемонстрировать два принципиальных для нашего понимания момента если я поставлю на утяжеленную нижнюю часть и закручу в таком положении то это вращение оказывается неустойчивым и наш волчок запрокидывается стержень ком на бок но если его закручу стержень ком вниз то он встает на этот стержень и вращается вполне устойчиво и все это конечно нам напоминает обычную юлу которая стоит вращаясь на своей ножке и не падает а я сейчас возьму наш любимый маховик на высокой ножке раскручу его и мы кратко обсудим как он себя ведет достаю дрель волчок стоит на ножке и быстро вращается а его ось совершает медленные вращательные движения которые называются прецессией если немного подождать наклон оси увеличится а прецессия ускорится а чтобы понять почему волчок не опрокидывается и прецессирует нам потребуется вспомнить основные законы вращательного движения и вот я изобразил вращающийся волчок если смотреть на него сверху он вращается против часовой стрелки и соответственно по правилу буравчика вектор момента импульса л направлен вверх вдоль оси врачка а а теперь посмотрим какие силы действует на волчок это сила тяжести мж она приложена к центру тяжести и реакция опоры равны по величине но лежат не на одной прямой и поэтому они создают момент силы который опять же по правилу буравчика направлен от вас так сказать в доску я этот момент импульса здесь изображу вот этим крестиком ну а теперь нам надо обратиться к основному уравнению вращательного движения дл изменение момента импульса по dt есть момент силы и вот момент силы его вектор перпендикулярен вектору момента импульса а стало быть вектор момента импульса не меняет своего модуля а зато меняет направление и получается что эль у нас вращается вот так по конусу ну что мы и наблюдали в нашем опыте на волчок с фиксированной нижней точкой опоры мы с вами посмотрели а сейчас я сделаю еще один опыт и для него я возьму прозрачный шар массой 40 граммов и чуть-чуть смещу центр тяжести этого шара от центра шара для этого приклею к шару маленький грузик массой всего 2 грамма и сейчас мы посмотрим как этот шар будет вращаться если закрутить его грузиком вниз шар приведен во вращение и мы видим что грузик сразу же покинул нижнее положение он поднимается все выше и выше и вот он оказался наверху получается что вращение центром тяжести внизу неустойчиво а вверху устойчиво конечно пока шар вращается достаточно быстро если мы сейчас разберемся с тем почему вращение шара со смещенным центром тяжести оказывается неустойчивым в положении когда центр тяжести находится внизу то конечно же мы тем самым разберемся и с китайским волчком центр тяжести которого тоже смещен вниз по отношению к центру шара и теперь я возвращаюсь чтобы объяснить все что мы можем объяснить и для этого мы сейчас понаблюдаем за поведением точки соприкосновения стола и нашей модели китайского волчка засняв движение волчка на скоростную камеру и мы видим что это точка соприкосновения волчка со столом описывает окружность тогда понятно что центр масс волчка находится над центром этой окружности поскольку на волчок не действуют никакие горизонтальные силы значит в любой момент времени у волчка имеются две неподвижные точки точка касания и центр масс и через эти точки проходит мгновенная ось вращения и пусть мы теперь запустили волчок ну абсолютно вертикально выставить его ось не удастся она будет отклонена от вертикали и здесь это отклонение изображено утрированно и мы знаем что при этом точка касания волчка с поверхностью стола она будет описывать некоторую окружность и мгновенная ось вращения будет проходить через точку касания и центр тяжести волчка и при этом вектор момента импульса будет отклонен от вертикальной оси еще сильнее потому что моменты инерции волчка относительно главных осей не совпадают момент инерции относительно оси волчка он самый маленький а теперь рассмотрим силы которые действуют на волчок сила тяжести и сила реакции опоры здесь даже не изображены потому что они не могут опрокинуть волчок как мы уже выяснили рассматривая обычную юлу они обеспечивают только прицессию вектора момента импульса ну и самого волчка какая же сила создает опрокидывающий момент у нас осталось только сила трения ну если мы вспомним что нижняя точка точка касания волчка и стала описывает окружность то значит что сейчас когда скорость волчка направлена на нас сила трения действует перпендикулярно плоскости доски от нас и она создает момент относительно центра тяжести которая направлена в эту сторону по правилу буравчика и этот момент по основному уравнению вращательного движения будет опрокидывать вектор момента импульса и дальше отклонять его в эту сторону ну и соответственно мгновенность вращения а при этом стержень волчка будет отклоняться в противоположную сторону вот он и будет продолжать заваливаться до тех пор пока не коснется стола не надо думать что мы тут вам рассказываем то что очень быстро сочиняем потому что мы с алексеем бывает часами сидим над своими бумажками и пытаемся для себя понять явление и вот это явление с волчком она оказалась просто ну очень сложным но тем не менее в том что он сейчас рассказал как бы есть один пункт который требуется осмыслить и этот пункт эта роль сил трения и модель полного сцепления волчка с поверхностью ну чтобы с этим поиграться я положил перевернутую крышку на стекле волчок если его запустить вполне встает на ножку и стоит как вы видите и шар если я положу я его закручиваю и вижу как грузик который был внизу на старте поднимается наверх все как было в опыте на плоском столе а теперь я положу сюда листок резины аккуратно ее разглажу чтобы не было пузырей и попытаюсь пускать волчок здесь ну на ножку все-таки он встает хотя живет на ножке не так долго а вот что касается шара как я не пытался его раскрутить меня не получается чтобы груз оказался наверху и это довольно странно получается что резина что-то существенно меняет действительно устройство сил трения она является определяющим в этой задаче на скоростной съемки хорошо видно что груз поднялся примерно на 90 градусов это означает что нижнее положение груза все-таки неустойчиво а вот выбраться дальше он не может резина поменяла сцепление и каким-то образом поменялся результат и надо прямо сказать что все это оказалось безумно сложно гораздо сложнее чем мы думали и когда заглядывая в статьи которые пишут по поводу китайского очка ученые механики то там страницы испещрены формулами в конце концов приходится обращаться все равно к численному моделированию дойти до какого-то объяснения что называется на пальцах как кажется ни у кого не получилось и хорошо уже то что мы поняли почему вот это начальное вращение является неустойчивым и происходит запрокидывание а теперь я попробую объяснить устойчивость волчка в верхнем положении хотя под нам самим иногда кажется в этой задачи что наше объяснение придумывается что называется по случаю мы знаем что это положение устойчиво и что-то такое присочиняем но тем не менее вот пусть волчок стоит на ножке и пусть он чуть-чуть наклонился нам надо объяснить что его возращает обратно к вертикали и теперь волчок быстро вращается вокруг своей оси которая фактически совпадает с ножкой а вот в нижней точке где происходит касание волчка со столом не может движение происходить без проскальзывания здесь полного сцепления нет волчок вращается быстро и хотя сама это точка касания вы движение прецессионом она уходит от нас но вот что касается материала волчка из-за вот этого вращения точка волчка здесь идет на нас раз она идет на нас то здесь возникает сила трения скольжения теперь а не сила трения качения как том предыдущем объяснении которая направлена от нас ну и все по тому же правилу буравчика это сила трения создает момент относительно центра тяжести этот момент должен изобразить здесь в эту сторону направлен ну и видно что по уравнению вращения у нас будет меняться и выпрямляться и вот андрей снова все прекрасно объяснил ну правда он сделал прыжок я бы даже сказал сальто мартале в модели силы трения раньше трение рассматривалось как трение качения а в новой модели она рассматривается как уже трение скольжения но я должен заметить что все исследователи китайского волчка так или иначе мучились тем какая же сила трения действует на волчок и мы тоже производили разные опыты ну и в том числе решили уменьшить силу трения для этого взяли вот это зеркало и запустили волчок на нем а он не встает смотри как он прекрасно крутится смотри он бесконечно долго крутится и алексей был так поражен увиденным что потерял дар речи и не знал что сказать потому что у нас до того как мы репетировали опыт ничего такого не получалось ну и сейчас я попробую воспроизвести то что он показал я снова беру тот же волчок тоже зеркало и волчок все-таки встал на ножку так что бы опыт оказался невоспроизводимым но у нас был другой замысел честно сказать взять и насыпать на зеркало соды и пустить волчок по этой соде и посмотреть на след и вот когда его пускаешь на соде то оказывается что после этого он почему-то не хочет переворачиваться встает в такое положение ну и мы сами не очень понимаем что происходит и обращаемся к вам может у кого-нибудь есть соображение что же здесь случилось и если они у вас есть пишите их в комментарии к этому ролику на ютубе а